Итак, во-первых, меры ощущения. Это то, как вы относитесь к прошлому. Как вы относитесь к будущему. И третий момент. Как вы относитесь к людям. Вы должны относиться к людям по-доброму и зрело. Ко всем членам своей семьи. Ко всем членам вашей организации. Ко всем своим соседям. Ко всем обитателям нашей планеты. Ко всем своим соотечественникам. У вас должно быть доброе, здоровое отношение к людям. И вот почему. В одиночку вы не преуспеете. Все мы нужны друг другу для того, чтобы наш бизнес процветал. Мы нужны друг другу для того, чтобы преуспеть в жизни. В одиночку ты не преуспеешь. Из одного человека компанию не построишь. Один человек не может создать корпорацию вроде Herbalife. Один человек не сможет основать страну. В симфоническом оркестре одного человека будет мало. Один человек это не община. Один человек это не сильная нация. Один человек это мало. Гармонии не выйдет. Один человек не составит гармонию. Людей должно быть больше. Итак, гармония, перспектива, шанс, будущее и сила коллектива, сила организации, это плод нашей совместной работы. Вы должны бесконечно ценить всех и каждого. Из самого последнего. Из самого первого. Вы должны научиться ценить самого младшего. Вы должны научиться уважать самого старшего. И того, кто дарит вам радость. И того, от кого одни неприятности. Вы должны ценить то, что есть разные люди, разных цветов и размеров, люди с разными мечтаниями, люди, достигшие разных результатов на пути личного развития. Вы должны научиться ценить каждого из них, потому что все они важны. Вот вам хорошая фраза записывать. Чтобы каждый из нас преуспел, нужны все. Так что каждый должен понимать, насколько важны все. И сегодня, в 90-х, никто не сравнится с нами. Со всеми нашими талантами, умениями, целеустремленностью, со всем нашим разнообразием людей, средств и подходов. Поверьте, мы не остановимся. Мы ускорим темп. Когда мы будем разъезжаться после экстраваганта 94-го, то наша уверенность в том, что никто с нами не сравнится, только вырастет. Мы будем продавать наши продукты. И менять жизни миллионов. И мне не терпится как можно скорее взяться за дело. Еще один из жизненно важный момент. Первое. Как вы относитесь к прошлому? Второе. Что вы думаете о будущем? Третье. Как вы относитесь к людям? А четвертое. Как вы относитесь к самому себе? Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня вы заново поверили в себя. Тут все просто. Вам надо прийти к логическому выводу, что если у Марка Хьюза получилось, при его начальных данных, девяти классов образования, школу не окончил, Марк даже отца не видел до 20 лет. Судья постановил, с кем он останется, когда он был еще ребенком. Он открыл маленькую компанию и продавал товар прямо из багажника машины. Но постепенно, начав с малого, он получил все, что хотел. И неважно, какие ветры дули на Марке, потому что он научился ставить парус очень-очень рано. Он вел его, и Марк укреплял свой парус вплоть до этого самого дня. И служил всем нам примером. История Марка учит нас одной важной вещи. Если паренек из бедного района сумел, то и с любой сумеет. С его предосхождением, с его тяжелой судьбой. Если он сумел все это преодолеть и основать непревзойденную компанию. Если он сумел вырасти, вы сумеете. Если он теперь руководит многомиллиардной компанией, то и вы можете. Если Марк с нуля сколотил такое состояние, вы тоже можете. Раз он смог измениться, вы тоже сумеете. Если он научился, вы тоже сумеете. Если он развернулся, вы тоже развернетесь. Если он пошел по пути развития с мемильными шагами, вы тоже сможете. Учитесь. Учитесь у членов Президент Стима. Учитесь друг у друга. Учитесь у мальчика с фермы Айдаху, который рос в бедности. Учитесь у тех, кто приехал сюда, чтобы собраться вместе. И уедет с новыми самоощущениями. И подарками, которые можно смело представить на рынке. Не лишайте себя шанса вырасти. Шанса измениться. Шанса стать лучше. Больше, чем вы есть. Стать добрее. Стать прозорливее. Шанса вырасти. Если это получилось у кого-то одного, получится у всех остальных.